Навязчивая реклама, которая приходит с сообщениями на мобильные телефоны граждан, занимает первое место по обращениям жителей в Нижегородскую антимонопольную службу. Такая заявка рассматривается только в том случае, если человек не давал добровольное согласие на рассылку. Среди нарушителей практически все операторы связи. На втором месте реклама банковских услуг. Чаще всего это касается мелкого шрифта, который рассказывает об условиях кредита. Если случай спорный, антимонопольщики обращаются к общественному мнению. Опрос потребителей рекламы относительно соответствия, восприятия рекламы, соответствует она законодательству или нет, то есть является это этичной или неэтичной такая реклама. Этот механизм общения очень важен и сейчас интересен. И суды арбитражные как раз тоже принимают такие заключения и считают, что это очень хороший аргумент в пользу того, что, например, реклама является ненадлежащей. Это первые публичные обсуждения организованной антимонопольной службы. Они направлены на повышение уровня информированности заказчиков, органов госвласти и местного самоуправления. Их задача – правовое просвещение подконтрольных субъектов для профилактики правонарушений в сфере рекламы и закупок. Мы решили уничтожить эту дистанцию, мы решили создать возможность для всех, кому это интересно, приблизиться на расстояние условно вытянутой руки, задать живой вопрос, не один, а сколько надо, и получить живой ответ. Причем ответ совершенно практичный и ответ от тех самых людей, которые участвовали в вынесении решений. В этом году встретиться в таком формате антимонопольщики планируют еще дважды по итогам кварталов. Если слушания будут пользоваться общественным интересом, их сделают постоянными. Алифтина Батурина, Владимир Гайда и Объективное ННТВ.